Тем временем в Новоийской области курс ставится на лавандовый бизнес. Его активно развивают в Нуратинском районе, причем прибыль планируется получить не только на красоте и аромате, но и на высушенных корнях культуры, целебные свойства которой пользуются особым спросом. Проект будет реализован в два этапа. На 500 гектарах применяются водосберегающие технологии. Лаванда обладает рядом уникальных свойств. Во-первых, данное растение не требует постоянного ухода и много воды. Общая продолжительность жизни кустов в среднем составляет 20-25 лет. В основном используется в парфюмерии, пищевой промышленности и медицине. Для реализации данного проекта предприниматель внедряет современную технологию дождевального орошения, привезенной из Австрии. Здесь на самом деле происходит сейчас большой проект между правительством Узбекистана и правительством Австрии, в котором мы принимаем непосредственное участие. Данная машина предназначена для полива 58 гектар площади. Расход воды у нее составляет 360 кубов в час. С февраля прошлого года мы занимаемся монтажом данного поливного оборудования в республике Узбекистан. Собирали в пустыне Козелкум Бухарской области. Результаты есть, всходы получили. Ждем теперь именно результатов по урожайности. От того, если выращивать на багре и выращивать именно дождеванием, то урожайность с 15 центнеров с гектара вырастает до 300 центнеров с гектара, именно от полицерни. Лаванду не пробовали, но расти будет прекрасно. Проект будет реализован в два этапа. В текущем году для повышения плодородности земли требуется провести необходимые агротехнические мероприятия. Здесь также будет построен комплекс по производству эфирных масел. В результате будет создано 20 рабочих мест.